Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Сегодня вы узнаете, как в домашних условиях с помощью обычной пищевой соды сделать очень эффективное омолаживающее средство. Сегодняшняя маска подходит для всех типов кожи. Очень эффективно размягчает верхний аргавевший слой клеток, способствует более интенсивному отшелушиванию аргавевшего слоя. Интенсивно убирает пигментные пятна, хорошо разглаживает морщины. Маска подходит для всех типов кожи. Также эту маску можно нанести на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Если вы нанесете эту маску на кожу вокруг глаз, то она очень быстро уберет темные круги под глазами, уберет дряблость и шелушение кожи. Маска универсальная, простая в приготовлении, очень эффективно подходит для ухода за зрелой возрастной кожей. Уверена, что эта маска станет вашей любимой. Делайте эту маску 2-3 раза в неделю. Чередуйте эту домашнюю маску с другими масками, рецепты которых вы также можете найти на моем канале. И давайте приступим. Для сегодняшней уникальной антивозрастной омолаживающей маски нам понадобится обычная пищевая сода. Сода – это лучший очиститель для кожи. Сода очень хорошо проникает в глубокие поры, хорошо их очищает. Дополнительно сода смягчает эпидермис кожи, способствует глубокому отшелушиванию верхних орговевших слоев клеток. Если вы впервые используете содовые маски в домашнем ходе, то протестируйте свою кожу на аллергенность. Нанесите небольшое количество приготовленной маски на запястье, либо на сгиб локтя. Смойте через 7 минут. Если нет зуда, покраснений, аллергической реакции и неприятных ощущений, то содовые маски идеально вам подходят. К тому же содовые маски очень эффективно омолаживают дряблую увядающую кожу. Возьмите 1 чайную ложку обычной пищевой поваренной соды. Если сода имеет небольшие комочки, то перед приготовлением маски размягчите эти комочки. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится сахар. Для лучшего эффекта сегодняшняя маска требует приготовления именно коричневого сахара. Если у вас нет под рукой коричневого сахара, то вполне подойдет и обычный белый сахар. Используйте для этой маски 1 чайную ложку обычного сахара, либо коричневого сахара. Смешайте все ингредиенты так, чтобы получилась однородная сухая консистенция. В момент приготовления домашних масок не торопитесь и тщательно смешивайте все ингредиенты. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Следующий компонент для сегодняшней маски нам понадобится желатин. Желатин используйте мелкого помола. Если у вас желатин крупный, то перемирите его в кофемолке до получения очень мелкой консистенции. Это во много раз облегчит процедуру приготовления сегодняшней маски. Желатин можно использовать с различными фруктовыми и витаминными добавками. Также хорошо подойдет желатин для приготовления суфле и желе. Также добавьте 1 чайную ложку желатина. Затем смешайте все сухие ингредиенты. Обязательно соблюдайте порядок приготовления домашних масок. Это очень важно. Это будет давать хороший эффект приготовления маски. Качество маски в этом случае будет очень эффективным. Следующий компонент для этой маски нам понадобится обычная кипяченая вода. Можно ее заменить и минеральной водой. Нужно добавить 3 чайные ложки кипяченой воды. Вода должна быть комнатной температуры. Также смешайте все ингредиенты. Дайте примерно 1 минуту на то, чтобы желатин подошел и слегка разбух. Прошло 5 минут, желатин разбух и маска приняла более густую консистенцию. Следующий компонент для сегодняшней маски нам понадобится косметическое масло. Используйте для приготовления домашней маски масло, которое подходит к вашему типу кожи. Если у вас сухой тип кожи, то добавляйте в эту маску миндальное масло, либо масло кокоса. Хорошо подойдет для ухода за сухой кожей касторовое масло. Если у вас сухой тип кожи, то для приготовления этой маски используйте масло персика, масло виноградных косточек. Я добавляю для сегодняшней маски масло лотоса. Оно также очень эффективно ухаживает за возрастной кожей. Для этой маски нужно добавить примерно 3 капли косметического масла. Не забывайте, что косметические масла можно использовать относительно вашего типа кожи. Также хорошо смешайте все ингредиенты. Маска имеет очень приятную консистенцию. Эту маску для достижения наилучшего эффекта наносите на хорошо очищенную, а лучше всего распаренную кожу лица, если у вас нет купероза. Маска идеально подходит для нанесения на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Также аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз. Для достижения наилучшего эффекта нанесите эту маску в 3 слоя. После нанесения первого слоя маска очень быстро впитается, поэтому сразу нанесите 2 последующих слоя. После нанесения последнего слоя держать эту маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите маску влажным теплым махровым полотенцем. Смойте маску водой комнатной температуры. В момент смывания сделайте легкий массаж лица. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всем мир и добра и красоты! А с вами была Оксана. Увидимся завтра с новым рецептом. Всем всего хорошего! Пока! Пока-пока!